Магаданцы выиграли грант на реализацию проекта в конкурсе, организованном Российским фондом культура. Опасные грибы и ягоды. Медведь-убийца по-прежнему бродит в окрестностях города. Владельцев гаражей, установленных незаконно, убедительно просят оставлять на своих строениях контакты для оперативной связи. В Магадане продолжается плановый снос и вывоз некапитальных зданий. Специалисты уже ликвидировали более 30 гаражей в планах продолжить работу по всему городу. На данный момент у нас идет активная работа по улице Октябрьская, 20, улице Октябрьская, 10, улица Приморская, 7, корпус 2, улица Колумбская, 12, корпус 1. Огромная просьба тем, кто видит объявление, хотя бы размещать свой номер телефона настроения, хотя бы облегчит нам работу и дальнейшую жизнь. На данный момент на участках задействовано 7 единиц техники. Работы по сносу незаконных построек будут продолжаться до полной их ликвидации. Затем расчищенные территории планируется благоустроить. В Магадане начали приемку школ к новому учебному году. Прежде чем дети пойдут получать знания, комиссиям предстоит проверить 20 учебных заведений на наличие необходимых условий для повседневной учебы детей. В контрольную группу вошли заместитель главы Магадана Юрий Казетов, представители общественности, департамента образования, отдела охраны здоровья и пожарной безопасности. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, первоклашки побывают на праздничной линейке в начале сентября. В этом году у нас уже записалось 1106 детей, ожидаем порядка 1200, в принципе на уровне прошлого года. Самый главный критерий это, конечно, выполнение противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических, в условиях ограничительных мероприятий, которые в принципе будут распространяться и во время образовательного процесса, это одна из составляющих. К концу августа городские школы укомплектуют всем необходимым оборудованием. Это рециркуляторы для обеззараживания воздуха и тепловизоры для определения температуры у посетителей на расстоянии. Коллективы во время учебы максимально разобщат, а время посещения школ распределят с учетом наименьшей вероятности контактирования учеников. Магаданцы смогут внести свои предложения по теме совершенствования ЕГЭ. Пожелания будут рассмотрены и проанализированы специалистами Рособернадзора. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода единого экзамена. Свои мнения о том, чего не хватает на экзамене, что мешает участникам ЕГЭ и как сделать процедуру более совершенной, можно направлять на электронную почту. ЕГЭ-2020-собака-обрнадзор.gov.ru до 1 сентября. Сохранить аутентичность одного из наиболее сохранившегося лагеря для репрессированных на Колыме намерены специалисты Государственного музея истории ГУЛАГа и Фонд памяти. Они подали заявку в правительство Магаданской области на присвоение территории бывшего лагеря Днепровский статуса объекта культурного наследия. Это даст возможность предусмотреть консервацию строений, охрану территории и проведение научно-исследовательских работ. Сохранность, она абсолютно здесь уникальная. Вот такого уровня сохранности объектов, я знаю, что около пяти. Все остальное на всей территории нашей страны уже находится не просто в руинах, это заросло лесом, застроено, и можно найти только какие-то фагменты фундаментов там, где располагались большие лагеря. Здесь доступность и сохранность. И третье, с чем мы столкнулись, исследуя этот лагерь, с тем, что уникальные есть воспоминания людей, которые описали, как этот лагерь функционировал. В Днепровске один из сталинских лагерей на Колыме, расположенный в 320 километрах от Магадана, свое название объект получил по имени Ключа, одного из притоков Нерги. После музификации территории бывшего лагеря Днепровский и реставрации, объект планируется превратить в культурно-исторический комплекс, доступный для посещения. От этого отдается отдельный приоритет, потому что это все-таки наша история и это наше наследие. Определенные наработки уже есть, соответственно, работаем по дорожной карте по дальнейшему. То есть, в целом, остается решить вопросы с логистикой. И я думаю, проект имеет большие перспективы и будет иметь большой успех у туристов. Помимо лагеря Днепровский, включить в музейную мемориальную инфраструктуру России рекомендованы пересыльная тюрьма и исправительно-трудовой лагерь Бутугычак. Записаться на прием к врачу или вызвать доктора на домогананцы смогут через личный кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг. Такой сервис на Колыме планируют запустить в сентябре. Его создают в рамках национального проекта здравоохранения. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно подтвердить учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг. Также нацпроект реализуют в рамках региональных проектов развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями и другие. Реализация программы здравоохранения находится на личном контроле губернатора Колымы Сергея Носова. Как правильно выходить в море на лодке? Об этом нам рассказали в службе Государственной инспекции по маломерным судам. Если гражданин затеял порыбачить на лодке весом более 200 кг или с мотором мощностью более 10 л.с., такое средство передвижения необходимо зарегистрировать. Лодки весом до 200 кг в регистрации не нуждаются. Главное – надеть спасательный жилет и сообщить в МЧС о выходе в море. За нарушение в регистрации маломерного судна могут выписать штраф. Сотрудники ГИМС контролируют водную гладь ежедневно. За текущий год выявлено около 60 нарушений. Грубых нарушений выявлено очень мало, 5 всего, то есть менее 10%. Это такие нарушения, как эксплуатация судна без прохождения освидетельствования и эксплуатация судна лицом, который не имеет прав. Во избежание проблем с сотрудниками инспекции, пройти процедуру государственной регистрации и освидетельствования маломерного судна можно в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Магаданской области по адресу улица Новая, 4Б. Мастер-классы по изготовлению славянских игрушек, рисованию окрыловыми красками, бесероплетению и другими видами декоративно-прикладного творчества. Организация «Братьяна» совместно с Магаданской областной юношеской библиотекой выиграли грант на реализацию проекта «Морошка». Сам проект рассчитан на юноши и девушек от 12 лет. Конкурс организован Российским фондом культуры. Этот проект был подан на участие в конкурсе некоммерческих организаций, который проводился в 2020 году Российским фондом культуры. В этом конкурсе мы победили. И в итоге проект будет реализован с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организаторы планируют около 8 занятий, которые будут проводить до середины ноября. Задействуют трех педагогов. В мастер-классах поучаствуют 30 человек с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Участники смогут освоить технику ткачества на бердо. Это деревянное изделие, это и называется бердо. Здесь уже нити все продеты в отверстия. И вот это и называется прототип ткацкого станка первого. На одном занятии будет максимум 6 человек. Участники должны быть в масках и перчатках. По словам организаторов проекта, если морожка будет пользоваться успехом, количество занятий увеличат. Первые встречи проведут 7 и 9 августа в Магаданской областной юношеской библиотеке. Медведь-собокоед, который несколько дней назад устроил кровавое пиршество на улице Речной в Магадане, спустя три дня после инцидента был обнаружен в районе питьевого водохранилища. Группа инспекторов отогнала животное к мысу Островному, где продолжили круглосуточное дежурство. Мы патрулируем район Пионерного, чтобы не допустить хищника к жилым постройкам, к людям. Тем не менее, хотел бы предупредить людей все равно быть осторожными, потому что пока хищник на свободе. Еще один инцидент, связанный с нападением косолапых, произошел сегодня на месте пастбища в районе села Клепка. Там медведь задрал лошадь одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Причиной того, что хищники вынуждены добывать пищу таким образом, по словам специалистов, является отсутствие ягод и грибов в связи с непривычным для региона засушливым летом и отсутствием рыбы в реках. Между тем, с начала лета активность медведей пошла на спад, чего нельзя сказать об их рыжих лесных соседках. В последнее время участились случаи выхода лис к людям в поисках корма, что тоже может иметь неприятные последствия для человека. Лисы являются переносчиками бешенства. И кормить лису может кусить, и, соответственно, человек может заболеть. И также, если даже не было ранения, еще что-то, на руках может остаться лисия слюна, которой впоследствии можно тоже заразиться собачьим бешенством. Поэтому в этом плане с лисами лучше не контактировать. Отметим случай непредвиденных обстоятельств. Связанных со встречей с хищниками, необходимо обратиться по номеру 02, где вас перенаправят к специалистам регионального отдела охот управления. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт рекламная лавка Магадан. Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров. В среду, 5 августа, в Магадане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью, 9 тепла. Днем столбики поднимутся до 16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм ртутного столба. Ветер западный и юго-западный 2,6 м в секунду. Влажность составит 72%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Субтитры создавал DimaTorzok